Дружбу Инео, поверив в талант Лекар-Кюзье вместе с его братом Пьером Жаннере и еще двумя близкими архитекторами, доверяем ему проектирование так называемого Капитолия, нового экспериментального города Чандигар в столице штата Кинджаб в Индии. Это здание в пустыне, это абсолютный эксперимент, здание построенное на голом месте. Возможно, я допускаю, что все-таки там был какой-то естественный оазис, потому что в архитектуре играют роль очень много воды. Он проектирует здесь всего три издания. Его акторство, это ассамблея, это дворец юстиции и это как раз его ранние эскизы. И четвертым шедевром является вот этот знак дружбы народов, символ города Чандигар, который одновременно олицетворяет долгую летящую птичку и руку, подающую надежду и помощь. То есть такой вот мощный образ. Вот здание соплеев, и перед ним огромное зеркало воды. Вот это один из его шедевров. Вот мы его видим слева. Самая его запоминающаяся фотография в солнечную и ясную погоду, абсолютно зеркально отражающаяся в зеркале искусственного пруда, устроенного вот в этом очень жарком климате. Друзья, и здесь Карпюзье отступает от своей чистой геометрии. Друзья, посмотрите, это совершенно другая архитектура. Это пластицизм, друзья, это совершенно новое вообще явление. Он, можно сказать, примыкает даже где-то к неоэкспрессионизму, растущему там в недрах где-то от Гауди и Миндельсона. Он уходит, уходит от своих идеалов, заразив вообще весь мир, Советский Союз, Чехию, Францию, Восточную Германию. Своим панельным, вот этим рационалистическим домостроением, он сам уходит в какие-то новые, вообще говоря, сферы. Он экспериментирует с формой, с цветом. Вот эти санцерезы знаменитые, то есть глобальный суперкозырек, глобальные вот эти санцезащитные. Представляете, вся стена заглублена, она утоплена с целью защиты от вот этого дворца верховного суда. Это акустический ковер зала седания, который якобы гасил излишки голоса, там реверберацию. И считается, это один из его таких живописных полотен, которые одновременно в нем применены все идеалы модутора. Но есть слухи, что там допущена какая-то математическая ошибка, которую Корбюзет Ововко как-то прикрыл, как мастер величайший махинатор. Но это неважно, это ковер, вот 12 на 12 метров, представляете, корзина 12 метров со стороной, которая украшает здание верховного суда. Да, вот это план Капитолия. Капитолий включал 4 сооружения, 3 из которых принадлежат авторству Ле-Корбюзет. Причем ограничена гигантская совершенно, какой-то адская 16-километровая зеленая зона, в которой полностью заморожено все строительство. То есть уплотнительная застройка, все на старте замораживаться было невозможно. То есть основной фетиш, я вам сказал, Корбюзет был не железобетон, а зелень. Он был убежден, что если грубая бетонная архитектура помещена в огромные зеленые массивы, то человек будет счастливым. Еще одним, кстати, такой вот, можно сказать, интересной утопией Экорбюзет были мостики. В одном из тезисов, защищающих его проект жилой единицы в Нальте, которая последовала после Марсельского дома, он писал, что посмотрите, как люди в свои тысячи квартир проходят по мостику шириной метр восемьдесят. Посмотрите, сколько государство экономит. Посмотрите, сколько сетей, дорог надо было бы проложить, чтобы поселить этих людей в их коттедже, да, традиционной, малоэтажной, там, старообрядческой застройки. А мы, видите ли, селим их в один огромный дом, который видит по одному маленькому мостику длиной пятьдесят метров и шириной метр восемьдесят. Я вспомнил про эту такую некую одну из утопий, потому что вот здесь как раз тоже замечательный мостик Средиземи. Чиндигар, друзья, стал единственным реализованным полностью глобальным градостроительным проектом Легро-Бюзье. Ни план УАЗЭМ, ни план Москвы, ни в полной мере плана Ремини и других городов в Колумбии, в Америке, ничего из этого, к счастью, реализовано не было. Но, как ни странно, в Индии, да, эта архитектура оказывается лучше, чем в пустыне. И сегодня, ну, я не был в Индии, друзья, у меня пока только один индийский студент, вчера я его увидел. Надо спросить вообще, что говорят о Чиндигархе, как им это вообще все нравится, что хорошо. Вот, друзья, но, друзья, вот и пришло время, прежде чем мы перейдем ко всем последствиям уже архитектуры Легро-Бюзье, нам нужно поговорить о его наиболее запоминающейся вот такой скульптурной вещи. Это монастырь Каперла Нотр-Дан-Дю-Ор в местечке Ронша, вот, на юге Франции, вот, которая, в общем-то, до сих пор окутана тайнами, друзья. Ну, во-первых, есть легенда, что это здание, он вырастил из раковины, найденной за несколько лет до этого на побережье Соединенных Штатов. И это как-то какая-то такая романтическая история, которая вдохновила его на вот это формообразование. Но, кстати, уникальные эскизы Легро-Бюзье, друзья, вы смотрите, это оригинальные, ранние эскизы Капеллы в Роншане, да? Мы видим здесь генезис формы, мы видим эволюцию, поиск формы, мы видим, что в одном из них она уже совершенно вполне угадывается. Церковь совершенно авангарная, друзья, она, ну, не вполне христианская. Во-первых, ее алтарь и направлен на Восток. Во-вторых, она имеет два алтаря, два алтаря, стоящих спиной, что с точки зрения традиционного христианского символизма совершенно неприлично. И до сих пор историки, там, теологи, да, на такие там христианские культуры не могут расшифровать вообще, что хотел сказать этим Легро-Бюзье, да? И вышла книга, друзья, и вот я купил эту книгу за две, за полтора, за десять дней до этой лекции, друзья. И эта книга в корне изменила эту лекцию, потому что я почти забыл о том, что я слышал несколько лет назад от профессора Кутятина во время моего путешествия трехдневного по Торжку. Кстати говоря, Торжок, друзья, это потрясающий город, это анклав, это замороженный русский классицизм, где не было эклектики, где не было модерна, там есть только классицизм и деревянная архитектура русской избы. Вот. Но об этом позже. Там мы были в связи с биографией и постройками архитектора Николая Александровича Львова, хотели поставить ему памятник с Кирилем Владимировичем, а в итоге стали проектировать реставрацию храма святого Петра и Павла, а про памятник вообще забыли, только недавно вспомнили. Профессор Кутятин написал вот эту книжку, она буквально 10-15 страничек, казалось бы, совершенно незаметная вещь, которая для меня в корне изменила вообще отношение к этому памятнику. Дело в том, что в Раншане исторически со средневековья стояла капелла, да, эта капелла имела точно такое же название, она стояла ровно на том же холме, друзья, и она была несколько раз перестроена. Вот это вот фото 1905 года, вы совершенно можете угадать, знакомые линии вот этого массивного, выпуклого, да, естественной возвышенности. И вот вы видите, Шапель-Нотр-Дам-Дюго, 1905 год. И позднее там был пожар, друзья, да, вы видите, пожар. И во время пожара купола были, сгорели купола, и это вот 30 августа, вот видите, удар молнии, кстати, 30 августа, интересно, 13 год, это, в общем, плохой день. Потому что, кстати, в этот же день разбилась и принцесса Диана, и много всего плохого. Энергетически, конец августа, очень тяжелое время, куча аварий, смертей. Ну, сейчас не об этом. И вот один из вариантов, да, было несколько вариантов восстановления этого купола. И совершенно нигде, друзья, вот эти фотографии вы не найдете нигде. Я вот увидел в этой книге, откуда их взял Илья Евгеньевич, я вообще не понимаю, я пытался найти, но вы видите только новую артиктуру. Больше того, он пишет, что на сайте Капеллы, во Франции, в Музеликовой, ничего вы никогда не найдете о том, что на этом месте стояла древняя Шапель, да, которая была реконструирована в 1840-х годах, а в 1944 году от удара уже, военного удара, она была частично или полностью разрушена. И вот одним из, друзья, вот воспоминаний является вот эта книга, да, о паломничестве этого Аббата Вашо, вот в 1852 году, который совершил туда путешествие и написал об этом книгу. Это один из немногих исторических, вообще, документов, да. Вот, и поэтому, вот, люди расходятся вообще во мнении, был ли этот памятник действительно разрушен настолько, чтобы быть невосстановим, да. Почему нельзя было построить, извините, новый памятник, новую артиктуру рядом, у Франции не такая маленькая страна это, даже не Финляндия, не Люксембург, не Монах, да. Вот, то есть здесь усматривается и какой-то, какой-то заговор, и какая-то, в общем-то, определенный жест, да, против. Потому что здесь молились около 20 семей, этот участок был очень намоленный, то есть городок, селившийся вокруг, весь привык к этой церкви, и это была, как бы, почти фамильная церковь для нескольких десятков древних.